Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Найденова, и с вами Арканум ТВ. В этой заметке я вам хочу рассказать о том, как определить, что на человеке порча, как будто он заколдованный, и что с этим делать. Не бойтесь, здесь не какой-то вердикт, ничего страшного. Если вы обнаружили, что у вашего близкого человека или у вас порча, можно ее снять и можно себя почистить. Как же сначала понять и определить, что на человеке порча? Когда человек в тонусе, когда он радостный, когда он счастлив, когда он транслирует силу, когда он живет в ногу со временем, чувствует изменения мировые, он предчувствует, он видит сновидения, он общается с людьми, он достаточно социализирован. Когда он откровенный, когда он ничего не утаивает, у него нет внутри параллельного внутреннего диалога, убегающих мыслей, это означает, что человек довольный, счастливый, у него все в порядке, и это норма, то есть это просто база. Базовое состояние, когда ты выспался, базовое состояние, когда ты находишься в доброте и когда ты счастлив. Это базовое состояние. Творческое базовое состояние. Залипнуть на картинах или, к примеру, поехать с друзьями время провести, это база. Если идет отход от нормы, если вас куда-то начинают двигать не в ту сторону, что это такое? Постоянная апатия, есть усталость. Апатия может возникать из-за того, что человек на самом деле долго хранил внутри себя агрессию. Допустим, злился на начальство или злился на какого-то человека, не мог реально решить эту ситуацию. Она вытеснилась и оттуда начинает пробиваться, но человек все равно не идет в эту агрессию. Он просто считает, что вот так правильно. Не разговаривать, а ставить все как есть. У него будет апатия. Но есть такая апатия, которая держится неделю, две недели, а есть такая апатия, которая затяжная, которая просто как уже фоновый режим из года в год. Это ненормально, так не должно быть. Нужно с собой начинать работать. Чаще всего это говорит о том, что испорчена энергетика. То есть внутри самого человека происходит испорченность. То есть портятся чакры, портится биококон, портятся энергетические тела, портится полностью вся сила, перековеркивается изнутри. Человек себя чувствует таким вот как ходячим трупом. Это означает 100% порча. Есть такие состояния, когда у человека он не может принять решение. Просто все тормозит, тормозит, тормозит. Бывает так, что тормозит он из-за того, что просто боится у него синдром самозванца. Он правда очень сильно хочет снимать рилсы, сторисы или писать. У него есть готовый продукт, но выйти это показать он не может. А есть такие люди, которые очень сильно этого хотят, но даже не делают. То есть не пишут даже в стол. Есть такие писатели, которые написали и в стол положили. Писать в стол называется. Есть внутренняя испорченность. То есть как-то канал творческий, он перекрыт. Как-то у меня спросили на презентации, как ты черпаешь вдохновение? Мой ответ был такой, никак. Я его вообще не черпаю ниоткуда. У меня его нету. Я просто сажусь и делаю. Я сажусь и пишу. И оно приходит как в моменте, как послевкусие, можно так сказать. И если человек вообще ничего не может даже сделать для своего творчества, это означает, что у него что-то произошло с его базовой энергетикой, что-то с его намерением, что-то с его готовностью активно действовать. То есть куда-то намерение ушло не туда. Чаще всего это испорченная энергия. И тогда нужно идти в прошлое, разбираться. Перепросмотр очень здорово помогает увидеть причинно-следственную связь и разобраться с ситуациями. Когда человек ныряет в перепросмотр, он действительно видит события, где он повернул не туда, в центральной своей дороге, ушел на проселочную дорогу. Ему вновь нужно стряхнуться с этого пути и выйти на свой настоящий путь, каким бы тяжелым, сложным он не был. Но любить то свое дело и заниматься своим делом. Также есть такие состояния испорченности, когда у людей много лет нет отношений. И вот они живут как будто в своей отдельной реальности, как будто в своем аквариуме. И как рыбка по аквариуму двигаются. И в рамках этой реальности вообще даже нет людей. Там у девушки нет мужчины. И даже приблизительно, куда бы она ни пришла, оттуда все люди просто уходят. Вплоть до того, что как-то я со мной подругой зашла в кафе в Стамбуле. И просто вы не представляете. У нее был запрос постоянно на отношения. Все люди стали, все мужчины, каких бы там ни были, и пожилые, и молодые. Все просто встали и ушли. И мы сидели с ней вдвоем. И я обратила на это внимание. Думаю, что это за знак, про что это. И я понимаю, что она находится в таком поле, где у нее ужасная испорченная энергетика, потому что она не может найти контакт со своим отцом. И не может никак его простить за определенные события в жизни. И за то, что он просто не принимал участия в ее жизни. И она ужасно по нему скучала. И когда мы шли в проработку, прорабатывали, это снимали, то, естественно, начали люди появляться. И у нее стала налаживаться личная жизнь. И она зашла в отношения. Потому что встречаться, это еще не зайти в отношения. Зайти в отношения, когда вы вместе живете, строите быт, воспитываете котов или детей и так далее. То есть вы заходите в отношения, сплетаете свою жизнь, как в ДНК, и соединяйтесь с этим человеком. Бывает так, что человек очень наделен невероятно мощными талантами, но что-то испорчено, и он не может это двинуть в масштаб, он не может это двинуть в глобализацию. И если внутри большой набор дискомфорта, если внутри много непроработки, то система мироздания, вселенная вас просто не пропустит ни в какое масштабирование. Внутри есть порча, а если человек будет как личность масштабироваться, то его вот эта вся максимальная кривизна тоже будет масштабироваться. Просто система мироздания не пустит в этого все, не впустит в проявленность. Случится все, что угодно, лишь бы этот человек не рассказал, не показал, и лишь бы никто не посмотрел то видео, которое он снял и так далее. То есть получается, у людей много может быть разных испорченностей. И энергетика тоже портится. Она портится с ментала, начиная продвигаться к чувствительности, и потом портится только в конце физическое тело. То есть физическое тело – это последняя инстанция, когда уже просто все вам кричит. Начни чиститься, начни защищаться, начни себя очищать и проходи очистительные практики. Есть очень классные очистительные практики. И работают они на уровне визуала. Так как порча зашла на уровне визуала и протащилась полностью по энергетике и коснулась физического тела, точно так же мы ее можем снять, точно так же запустив в себя, в сознание, такой большой кусок света. Что я под этим подразумеваю? Для меня большая честь вам про это рассказать. И я знаю, как это все снимать, и я знаю, как заходить в самое яркое, самое солнечное состояние. Потому что я пропитана этим, как наводить или негативить и так далее. Я не знаю, как это делать. Я знаю, как это снимать. И я могу вам это показать. В первую очередь, если на уровне ментала заходит эта информация негативная, то она отравляет полностью все тело и сознание. Также мы начинаем с уровня ментала. Мы запускаем в себя добрые слова, молитвы, либо молитву, которую напишите сами себе. Вы можете ее написать простыми словами. Господи, или Высший Свет, Силы Вселенной. Я обращаюсь к Тебе. Я обращаюсь к Тебе своим видением, своим взором, своим внутренним чувствованием, своей душой, своим разумом, сердцем своим. Пожалуйста, прошу Тебя помочь мне в очищении. Очищение самым быстрым, безопасным способом из всех возможных, на всех уровнях, во всех вибрациях, проявленных, непроявленных. Ты Высший Свет сам знаешь, как лучше меня почистить мягко и безопасно, чтобы я ощущала, ощущала себя в легкости, в радости и в счастье. Вы будете наблюдать за тем, что к вам приходят люди и рассказывают о том, что они сходили на гонг или на чаши. Они вам тоже делают такой подарок. Или как недавно было у меня, пришел мой ученик и сказал, его супруга занимается парфюмерией и влияет очень сильно на ауру. И было бы здорово, если бы она имела возможность абсолютно бесплатно провести мне такую консультацию просто от чистого сердца, потому что она была на моей презентации, ей очень понравилась презентация. И такие способы очистки тоже нужно впускать в себя. Но теперь переходим тотально к вам. Смотрите, как мир реагирует и двигайтесь за тем, что вам подсказывают люди. Кто-то предложит на флуатинг сходить, кто-то предложит вам ароматерапию, кто-то предложит вам почиститься в зеркалах Козырева, а кто-то расскажет вам о кафе с Кольцово, такие пластины, на которых можно воду настаивать и так далее. Пробуйте все. Это все работает. Просто на разных уровнях. Лучше всего работает ваш визуал. Вы становитесь под душ и представляете, что золотой яркий душ льется на вас и очищает. Молитва Вселенной, молитва Богу, Духу, Высшему Я это один из мощнейших способов попросить, чтобы с вами поработала Высшая Сила. Против этой Высшей Силы, против Сознания Абсолюта, против Атмы, Атмическая Энергия, Атмическая Сила, против нее ничего не может устоять. Это самая мощная, созидательная, самая мощная, животворящая Сила в Мироздании. Против этой Силы ничего не может устоять. И если вас где-то как-то, с каких-то сторон начинают сам мир, потоки, люди, силы останавливать, то Абсолют стряхивает все на вашем пути. И здесь, конечно, в первую очередь ваше сердце. Потому что, если вы начинаете в это верить, вы можете начать в этом сомневаться. Это как маятник, который вы раскачиваете. Но если вы сделали один раз и увидели воочию, что это работает, у вас уже вера, маленький тоненький мостик на подвесной дороге переходит в железобетонный мост на другую сторону этой пропасти и формирует мощнейшее знание. И получается, когда вы услышали этот текст, эти практики, вы такой, ну не знаю, ну попробуй, ну не знаю, верю, не верю. У вас верю, не верю. Если вы просто это делаете, потому что не теория приводит вас в результат, а вас приводит к результату именно практика. И когда вы делаете и видите, и это уже подтверждено опытом, вы начинаете знать это. И вы шагаете по этому знанию очень плотно и очень фундаментально. И вы видите четко, как это работает. Нужно понимать, что и кто с вами взаимодействует. Если вы просите абсолют, вселенную создателя, то вам нужно договориться, я могу тоже сделать другим людям какую-то пользу. Написать книги, написать стихи во имя этого, создать любовь в своей жизни. То есть, это очень мощная энергия, которая стремится через вас проявляться. И она может как дать вам положительное, так дать вам отрицательное. Для чего-то, чтобы вы что-то испытали, потому что по-простому вы не понимаете. Поэтому устраивается определенный ряд событий, чтобы вы научились осознавать себя и стряхивать себя наносное, негативное. И любое событие в вашей жизни уже сейчас как бонус в вашей жизни. Вы можете пойти наверх в этом событии, вы можете пойти вниз. Принять это как данность, смириться, а вы можете пойти вверх. И тоже принять это событие как данность и смириться с этим. А психика и мироздание ждет от вас чистоты, любви, доброты, нежности. И что вы будете транслировать эту силу во внешнее поле вопреки всему и несмотря ни на что. Учитесь это делать, потому что вам будет нравиться все больше и больше, все техники работают. Пишите обязательно свои комментарии, как вы защищаетесь и как вы чистите себя от негативных воздействий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова